Беларусь приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству все страны, и мы готовы развивать доверительные отношения в разных сферах. Об этом сегодня во Дворце Независимости заявил президент, принимая верительные грамоты послов восьми государств. Это представители России, Вьетнама, Доминиканы, Лаоса, Марокко, Нигерии, Чада, Шри-Ланки. Дипломаты приступают к работе в эпохальное для нас время. Через три недели в Беларуси референдум по обновлению Конституции. И у каждого из дипломатов есть время разобраться в сути происходящих в стране процессов. Президент подчеркнул, белорусский народ сам определяет свое развитие без всякого давления извне. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х, начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и может в любой момент перейти в горячую фазу. Текущее положение дел спровоцировали системное разрушение архитектуры международной безопасности и нарастающая милитаризация европейского региона. Причем для нас очевидно, кто является инициатором этого процесса. Дестабилизация ситуации в мире способствует все более масштабное применение некоторыми государствами нелегитимных санкций как одного из проявлений неоколонизма против неугодных им стран, что неизбежно ведет к санкционным войнам. Сегодня Беларусь активно работает на традиционных рынках и осваивает новое. Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству все государства. Нам есть что предложить в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и многих других отраслях. Затронул президента в своей речи отношения Минска с каждой из стран, послы которых приступили к дипломатической службе. Так, Беларусь и Россия в минувшем году вышли на новый уровень отношений стратегического партнерства. А назначение Бориса Грызлова, рассчитывает белорусский лидер, поспособствует укреплению многоплановых белорусско-российских связей. И отмечу, в Москве Грызлов получил аналогичные задачи. На первом плане равны права граждан двух стран, а также реализация 28 интеграционных программ. Беларусь намерена также активизировать сотрудничество с регионами Дальней Дуги, государствами Азии, Африки и Латинской Америки. А в эти минуты глава государства встречается с министром обороны России Сергеем Шойгу. Речь о противодействии и эскалации у границ союзного государства. Российский министр совместно с белорусским коллегой Виктором Хрениным инспектирует выполнение задач военнослужащими вооруженных сил двух стран в ходе проверки сил реагирования. И в ближайшие дни Беларусь и Россия проведут совместное учение «Союзная решимость». Подробнее в наших следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok